Приостановить распад империи удалось императору Диоклетиану. В 284 году римские легионы провозгласили его императором. Диоклетиан прошел все ступени воинской службы, от солдата до полководца Римской империи. Он был необразован, но обладал сильным и волевым характером, достойным правителем Рима. Поначалу римлянам казалось, что Диоклетиан станет одним из длинной череды солдатских императоров. Но случилось непредвиденное. Правление этого военачальника укрепило Римскую империю. Для того, чтобы лучше управлять частями огромной империи, Диоклетиан провел несколько реформ. Во-первых, он взял себе трех соправителей. Так сложилась система четверовластия, по-гречески тетрархия. Конечно, это была лишь видимость республиканского строя. На самом деле вся полнота власти была сосредоточена в руках одного Диоклетиана. Он стал именоваться богом и господином. Никто не смел противоречить воле императора. Следующим шагом Диоклетиана стало решительное возвращение отделившихся провинций в состав империи. Чтобы попытки отделения не повторялись, Диоклетиан изменил территориальные устройства империи. Он создал четыре префектуры, во главе которых стояли тетрархи. А прежние провинции поделил на более мелкие области. В каждой из вновь созданных провинций было два правителя – военный и гражданский. По приказу императора была изменена система сбора налогов. Теперь большая их часть взималась не деньгами, а натурой, то есть продуктами. Для того, чтобы точно знать, сколько налогов должно поступать в казну, была проведена перепись населения империи. В результате этой переписи были установлены единые для всей империи размеры налогов, что укрепило авторитет правителя в глазах жителей страны. В то же время произошло прикрепление населения, колонов и ремесленников к земле и ремеслу, с которых платился налог. Конечно, все эти нововведения увеличили в несколько раз количество чиновников. Сначала это улучшило систему управления, но потом огромная армия чиновников стала затруднять выполнение любых государственных начинаний. Все чиновники и те, кто находился на службе у империи, делились на множество разрядов. Полученный разряд определял положение человека в обществе, его жалования и права, обращение к нему. Такие обращения, как «ваша светлость», «ваше сиятельство», «ваше превосходительство» появились и закрепились в это время. Каждая из них соответствовала определенному разряду в государственной системе. Диоклетиан провел и военную реформу. Он обязал всех крупных землевладельцев посылать в армию определенное количество воинов, набранных из колонов и рабов с хижинами, которые жили на его землях. Количество воинов, в которых должен был прислать магнат, зависело от размеров его земельных владений. Таким образом, эта реформа способствовала прикреплению земледельцев к земле. Последним значительным делом Диоклетиана была борьба с христианством, которая к этому времени распространилась по всей империи. Христианами были многие римские вельможи, легионеры и простые труженики. Уже к началу III века последователи Христа имели хорошо налаженную организацию. Вся территория Римской империи была поделена именно епархией, во главе которых стояли выборные священники, епископы. Вероятно, Диоклетиан решил, что такая организация заменяет собой государство. Поэтому он издал несколько указов, направленных против христиан. Их лишили всех должностей и званий, им запрещалось обращаться в суд. Каждый христианин должен был отречься от своей веры и принести жертвы римским богам. Тех, кто упорствовал, подвергали пыткам и казням. Христианские церкви-базилики разрушались, священные книги сжигались. Однако столь суровые меры не сломили христиан. Наоборот, их общины приобретали все больше сторонников. Наследником Диоклетиана был объявлен его воспитанник Константин. С юных лет он страстно стремился к власти. Константин отличался сильной волей, крепким здоровьем и телосложением, и был щедро одарен разнообразными талантами, необходимыми хорошему правителю. В борьбе за власть он смог победить других тетрархов, правивших Римом. Став императором, Константин и его чиновники стремились полностью контролировать жизнь своих подданных. Всех жителей империи они приписали к месту их рождения. Константин даже издал указ о беглых колоннах, согласно которому всех сбежавших от своих магнатов колонов должны были искать и возвращать в имение, к которым они были приписаны. При Константине возросла численность армии. В ней наряду с римлянами служили жители многих провинций – галы, германцы, сирийцы. Еще во время борьбы за власть у Константина не было постоянной резиденции. Став императором, он не захотел оставаться в Риме и в 1930 году основал новую столицу империи на месте древней греческой колонии Византия. Выбор был не случайен. Дело в том, что восточная часть империи, меньше чем западная, подвергалась нападениям варваров, германских племен. Поэтому именно здесь Константин решил построить новую столицу. Этот город назвали Вторым Римом, а позже Константинополем по имени основателя. Сейчас это город Стамбул в Турции. Из свидетельств современников известно, что Константинополь господствовал над Черным морем и Восточным Средиземноморьем. Он стал мостом между Азией и Европой. Широкие просторные улицы города украшали дворцы и храмы. Сюда свозились статуи со всех концов империи. Центром общественной жизни в Константинополе стал ипподром. Он был предназначен для конных соревнований и вмещал десятки тысяч зрителей. Подобно тому, как знаменитые гладиаторы вызывали восторг римлян, возницы колесниц становились героями жителей Константинополя. Им посвящались статуи. Ипподром был не только ареной состязаний, но и местом политических столкновений. Здесь, в Константинополе, размещался небывало пышный двор императора. Константин появлялся в драгоценной диадеме, сияние которой ослепляло, в великолепных, пурпурных и золотых одеждах. Позже такие одежды и знаки власти стали образцами для средневековых монархов Европы. Присутствовавшие на императорских церемониях должны были склоняться в глубоком поклоне перед монархом и даже падать ниц.